Девятый год С маркеры лада носятся из темноты Я на Марсе С маркеры лада носятся из темноты Я ищу тебе тысячи звезд из границ Я на Марсе Я на Марсе Девятый год С маркеры лада носятся из темноты Я на Марсе Смотри, Лада носит из темноты, Я на Марсе, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание, этот взрослый мой самый лучший друг. И еще он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно, и он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. И так я исправляю посвящение Леону Верту, когда он был маленьким. Леону Верту, Взрослые очень любят цифры. Цифры, 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 цифры. Три до два, пять. Пять до семь, двенадцать. Добрый день, добрый день. Двенадцать до три, пятнадцать. Пятнадцать до семь, двадцать два. Добрый день, добрый день. Двадцать два до шесть, двадцать восемь. Некогда спичкой черкнуть. Двадцать шесть до пять, тридцать один. И того стало быть Шестьсот один миллион. Шестьсот двадцать две тысячи. Семьсот тридцать один. Шестьсот миллионов чего? Ничего. 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 Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. А какой у него голос? Какие игры он любит играть? Ловит ли он бабочек? Они спрашивают. Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец? После этого воображают, что узнали человека. 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 Когда говоришь им, я видел красивый дом из розового кирпича. В окнах у него герань. А на крысе голуби. Они никак не могут представить себе этот дом. Но если им сказать, я видел дом за сто тысяч франков, они восклицают. Какая красота! Если я беру дерево в Евангелии, в Евангелии, Точно так же, если им сказать, вот доказательство, что маленький принц на самом деле существовал. Он такой славный! Он любит смеяться! И хочет иметь... Барашка! Барашка! А кто хочет иметь барашка, тот ведь действительно существует! 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 И... Давай, давай! Давай сзади! Давай! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! Но мы, те, кто понимает, что такое жизнь, смеемся над умирами и цифрами. Привет! 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 Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории» я увидел удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, удав заглатывает свою жертву целиком, нижуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Я решил показать свое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? Разве шляпа страшная? Разве шляпа страшная? А это, это ведь была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я решил нарисовать удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Взрослые посоветовали не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри. А побольше интересоваться И отправить историей И отправить историей Правописания Вот как случилось, что с шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Мне пришлось выбрать другую профессию, и я выучился на летчика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шесть лет назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok